Миллиардный Китай. В прямом эфире уникальное лечение аденомы пристательной железы. Взгляды всех врачей и пациентов Китая прикованы только к нему, доктору из России, Дмитрию Яникееву. Первый хирург, кто выполнил подобную операцию в формате живой хирургии, в секции по живой хирургии на иностранной конференции. Может быть, это покажется неоткровенным, но не волновался вообще. То есть было небольшое волнение именно по техническим каким-то вопросам, что понятно, что новая операционная и, может быть, незнакомый инструментарий. Сегодня Дмитрий Викторович Яникеев – ведущий специалист в области применения лазерной хирургии аденомы пристательной железы. Не только в Сеченовке, но и вообще в России. Восемь утра. Большой город только просыпается, а доктор Яникеев уже приехал в родную Сеченовку. В НИИ – уранифрологии Сеченовского университета. У нас 15 минут, чтобы быстро посмотреть больных, в 8.30 начинается конференция. Уже мне надо всё подготовить к операции, уже 9 начнёмся операции. Через несколько минут впервые на телевидении мы покажем уникальную операцию по удалению аденомы простаты. И как с помощью одного волшебного лазера хирург побеждает это страшное заболевание. Дмитрий, а вы всегда так бегаете по клинике быстро? Да. Иначе не успеет, да? Иначе да. Жизнь практикующего хирурга жёстко расписана по минутам. Но, кажется, он всегда весел и энергичен. А вы каждое утро начинаете с такой улыбки? Ну, стараюсь. Каждое утро Еникеева начинается с обхода – осмотра своих пациентов. Пациент, который сегодня будет оперироваться, 58-летний мужчина, есть аденома предстательной железы, которая ему затрудняет мощь испускания. Хирургическое вмешательство, как бы, оно подразумевает какое-то волнение. Прошерстил интернет, читал отзывы о врачах, вообще о методах клиники. Они, как бы, внушают уверенность, никому волнение, честно. Соответственно, его уже подали в операционную, мы с ним увидимся. Лазерная инуклеация – новейший кардинальный метод лечения аденомы простаты. Не только в России, но и во всем мире. После утреннего обхода пациентов Еникеев и коллеги собираются вот здесь, в этой аудитории, обсудить лечение и операции. У нас здесь есть курсы, курсы повышения квалификации. К нам приезжают врачи-урологи со всей страны, проходят обучение здесь. И, конечно, хочется им показать, донести до них этот вид хирургии, объяснить, что все это возможно, все это несложно. После ежедневного совещания врачей доктор Еникеев готовится к операции. Без этой коробки он никогда не заходит в операционную. Это никогда не коробка, это, я его называю, волшебный ящик, потому что здесь, в принципе, все самое, что может понадобиться, необходимое во время операции. Вы просто его все время носите с собой, я обратила внимание. Да, это он всегда со мной, какие-то вещи эксклюзивные, которые в любой момент могут мне во время операции понадобиться. Я люблю, чтобы это всегда находилось рядом со мной. Это не просто коробка, а настоящий волшебный чемодан с редкими инструментами, которые Еникеев привозит из зарубежных стажировок. Конечно, в случае форс-мажорной ситуации в операционной есть все необходимое, но в этом чемодане эксклюзивные расходные материалы. А такие чемоданчики у каждого хирурга? А, не у каждого. Сейчас ему предстоит оперировать аденомо-пристательной железы больших размеров. Это будет не стандартная полостная операция, а новейший способ – лазерная и нуклеация. Этим методом владеют лишь несколько хирургов в России. Время в операционной – это как наркотик такой, знаете, необходимый. И сама операция, от этого получаешь какое-то фантастическое удовольствие. На сегодняшний день представить себя внеоперационной невозможно. Но каких-то переживаний внутри, наверное, нет. У Еникеева ровно 40 секунд, чтобы переодеться в стерильное. Маска и шапка. Все, что требуется. Так, она смешная у вас какая-то. Нет? Веселенькая. Позитивная просто. Побольше позитива. Я, например, когда в кино хожу, я не хожу на какие-то драмы или триллеры, или ужасы. Я люблю позитивное кино. Такое, знаете, радостное, жизнеутверждающее. Здесь, рядом с ним, всегда верные помощники, медсестры. Они третья рука хирурга во время операции. Внимателем, очень строго. Людмила Васильевна знает Еникеева с того времени, когда тот еще был ординатором. Как медсестра, она ассистировала на его первой операции. Какой был? Такой же, Влад Натинников, ко всем инструментам очень внимательно относился. До сих пор он любит свои инструменты. И если вдруг даже петля что-то перегорела, чуть ли не платья, ну, Люся, ну что это такое? Внимателен. Очень строг ко всем. Любит, чтобы был порядок в салоне. Не там лежит труп. Такое ощущение, что как на похоронах. Не там лежит труп. Плюсы, впечатляют. Нет, я про Ваши качества такие. Хорошо. Педант, чтобы все лежало на месте. Педант, педант это я. До того, как Дмитрий Еникеев стал ведущим хирургом первого меда, он прошел настоящую школу жизни. Несколько лет отработал на скорой помощи. Ну, у меня это был просто период жизни. Но просто дальше наступил новый период. Но я о нем вспоминаю очень позитивно. То есть, несмотря на то, что это было очень сложно, были посуточные дежурства с 8 утра до 8 утра, вот, с двумя перерывами по полчаса, вот, на обед, на ужин. И сутки отработать в безумном графике это очень было непросто. Операцию лазером пристательной железы за рубежом делают лишь последние 5-10 лет. И только светило мировой урологии. А российский хирург Дмитрий Еникеев, которому сейчас всего 36, провел уже более 500 подобных уникальных операций. Субтитры создавал DimaTorzok Что мне было всегда в первую очередь интересно, это мой пациент. Делать ту работу, которой, собственно, я в первую очередь занимаюсь, я хирург. Научная деятельность, она пришла вслед за практической, потому что, занимаясь, например, той же плотно лазерной хирургией, вот, захотелось создавать что-то свое, уникальное. Он у нас теперь не просто врач, он теперь замдиректор института, двигает нашу науку вперед, и она действительно сдвинулась с мертвой точки. Несколько раз в год Еникеев обязательно выступает на самых престижных конференциях по урологии. Он первый российский хирург, который оперировал аденомопрестательной железы в формате живой хирургии, то есть в прямом эфире на международном форуме. Аудитория была большая, то есть это конференция серьезного уровня, и, конечно, это такая маленькая победа, такое внутреннее признание. Через пару минут хирург войдет в операционную, и за этими стеклянными дверями начнется уникальная лазерная операция – инуклеация аденомопростаты. На российском телевидении подобного не было. Сложнейшую, новаторскую операцию такого уровня зрители еще никогда не видели. Сейчас все мысли доктора Еникеева связаны с очередной зарубежной конференцией по урологии. Он всегда тщательно готовится к любой своей работе, а впереди один из самых масштабных медицинских форумов. Марк – клинический ординатор. Знакомы мы с его четвертого курса, и, собственно, с тех пор мы вместе плотно ведем научную работу. Если Дмитрий Ильич что-то начал, то он сделает это хорошо, и он от этого не отступится, как бы это сложно ни казалось. Марк Тараткин – главный ученик Еникеева. Он всегда рядом с учителем на операциях, на совещаниях, на международных форумах. Я понимал, что нужен помощник в один момент, нужен человек, который будет рядом, на которого можно положиться и в каких-то научных вопросах в первую очередь. Сейчас приоритетная задача Марка – подготовка к одной из самых престижных конференций по урологии в Копенгагене. Большой стол, как Вика говорила, опять же, какой он нужен здесь, стол для микроскопов. Я считаю, что чем лучше он будет, чем умнее, тем больше будет успехов, тем лучше для меня. То есть я это не разделяю с его успехи и с свои успехи. Может показаться, что Дмитрий Ильич действительно человек везучий, потому что он, в общем-то, активно у нас осваивает хирургию, он нас посещает в международный конгресс и выставки, постоянно в разъездах, в работе. Но очень многие не видят подноготную всего этого. И за каждой поездкой скрывается месяц труда, за каждым выступлением – бессонные ночи выучения текстов, за каждой работой – гигантское количество подготовки. Через несколько мгновений Дмитрий Викторович приступит к операции. Это будет впервые показано на российском телевидении. И мы увидим помощника-хирурга – чудо-лазер. КОНЕЦ Три раза в неделю Дмитрий Викторович обязательно играет в сквош. В этой динамичной игре сочетается физическая нагрузка и мозговая активность. КОНЕЦ 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 Каждое движение доктора Яникеева четкое и уверенное. И в спорте, и в хирургии. КОНЕЦ 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 Если что-то появится, какие-то необычные существа, то я не помню. Во время инуклеации аденомопростаты пациенты Яникеева слушают расслабляющую музыку. Это ноу-хау доктора. Больной находится под спинальной анестезией, то есть в сознании. Он всё слышит, но чувствительность ниже пупка на 5-6 часов отсутствует. Тот, кто сейчас на операционном столе, спокойно расслаблен, понимает. Он в надёжных руках. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот это вот канал. Это вот семенной бугорок. И вот мы видим с вами доли опухоли, которые сдавливают просвет мочеиспускательного канала. Иногда, знаете, бывает такое ощущение, Юля, я думаю, как у любого хирурга, что ты, когда возникают какие-то особенности, что, кажется, хочется всё, что угодно отдать, лишь бы в этот момент здесь не находиться. Знаете? Бывает такое, я думаю, что у каждого хирурга бывает такое состояние. Во время операции физическое и эмоциональное напряжение у хирурга сродни перегрузкам спортсменов на Олимпийских играх. Движение лазерным лучом недопустимо в погрешности даже в миллиметр. Мы её, как и первую долю, сместим в мочевой пузырь. Вот эта белая – это ткань простаты, ещё раз, нам её трогать нельзя. И вы понимаете, насколько тонкая грань, как важно очень максимально деликатно пройти. Даже микроскопический промах лазером может привести к необратимым последствиям для пациента. Такие сложные операции доктор Яникеев начинал делать на израильском лазере. Импортный аппарат был не мощным и не таким точным, как хотели хирурги-сеченовки. И тогда ректор Первого Меда Пётр Глыбочка создал рабочую группу по разработке новой лазерной установки. Это, собственно, лазерное волокно, через которое энергия лазера будет подаваться непосредственно в рану. Мы его закрепляем, фиксируем. Первоначально мы, когда создавали этот лазер, то есть у нас были самые… Маскит мне нужен. У нас был самый современный американо-играйский лазер. И мы, конечно, понимали его недостатки. И при создании этого у нас была возможность, ну, так скажем, полностью его сделать совершенным для хирурга, для врача. То есть начиная от интерфейса, какие кнопки, где они должны располагаться, заканчивая, ну, педалью и длиной шнура для педали. Тулевый лазер Уралаз, или, как его называют врачи, царь-лазер, весит втрое меньше импортного, проще в работе и включается в обычную розетку, как электрочайник. Этот чудо-аппарат, в отличие от иностранного прибора, можно легко перевозить из одной операционной в другую. Это нужно, чтобы он стал умным, я уже говорил, чтобы у него появилась педаль, которая позволяет управлять лазером, чтобы у него появились соответствующие инструментарии, которые нужны врачам, для того, чтобы он удовлетворял требованиям Росздравнадзора по всем характеристикам, по надежности, по электробезопасности и так далее, и так далее. Николай Евстихиев полтора года вместе с врачами разрабатывал для хирургии инновационный лазер. Попробуйте, не поспорьте. Конечно, спорили. Конечно, были свои предложения. Но понимаете, в чем дело? Здесь трудно спорить инженеру с медиком. И тот, и тот прав по-своему. Поэтому надо не спорить, а договариваться, искать общие места. Вот так и делали. Итог работы медиков и физиков-инженеров – мобильный лазер с недорогими расходными материалами. Каждый день этот мощный аппарат помогает доктору Яникееву побеждать страшную болезнь. Я считаю, что врач всегда должен продолжать учиться, никогда не должен останавливаться. И я поеду, например, к тем людям, которые тоже делают эти операции, посмотреть их особенности. Потому что всегда хирург подмечает у другого специалиста какие-то… Ну, мы это называем «tips and tricks». Это такие всякие хитрости, тонкости операционные. Как только ты начнешь думать, что ты суперспец, то всё. Дальше роста не будет никакого. Это факт. То, как делает доктор Яникеев ануклеацию аденомы пристательной железы, и есть его авторский метод. У каждого хирурга его техника. Техника от Петрова, техника Иванова. Но в этом случае, думаю, можно спокойно сказать, что это техника от Яникеева. Потому что, безусловно, есть свои особенности, которых нет ни у кого. В основе его метода мировой и, конечно, личный хирургический опыт. Раз в несколько месяцев доктор Яникеев показательно оперирует в прямом эфире для региональных урологов. «А что касается рецидивов, да, это отдельная тема, это непростые операции. Полный зал. И каждого интересует одно – как оперирует хирург Яникеев. После показательной операции Дмитрий Викторович охотно делится опытом с коллегами. «Мы начали осваивать эндоскопическую нуклеацию активно. Мы начали осваивать с 2013 года, и мы начинали ее осваивать с больного лазера. И, безусловно, работая на этом больном лазере, мы видели все его преимущества, да, но видели недостатки. И, конечно, наша команда, мы думали о том, что хотелось бы нам как-то попробовать эти недостатки, которые мы видели, исправить». Уверен в себе, одет с иголочки, педантичен и строг, и прежде всего к себе. Когда оперирует Яникеев, в операционной – стерильная тишина. Все медсестры и ассистенты ловят каждое его движение. Вот сейчас – самый сложный момент в операции. «Вот это вот белесое – это непосредственно простаты. Видите, сосуды как прижигаются все лазером. Деликатно, хоп, прижгли. Все очень нежно». В эти секунды хирург испытывает колоссальное напряжение. Хотя кажется, что все легко и просто. Мгновение, и все решится. «Вот, собственно, смотрите. Вот видите опухоль. Мы ее с вами отделяем от мочеиспускательного канала. Она немножко идет такая геморрагия. Она не хочет отделяться. Говорит, оставь меня, Дмитрий Викторович, у больного. Но у нее шансов нет никаких». Энуклеация аденомопростаты длится около полутора часов. Каждый день Дмитрий Викторович проводит по 3-4 таких операций. «Все, мы все закончили. Все нормально». «Все, мы все межлина». 13.30. Доктор Яникеев выходит из операционной. Только сейчас у него появилась минутная пауза. Сейчас чай мы с вами попьем. Пять минут у нас есть и пойдем дальше в бой. Пакетик черного чая заваривается на бегу. Параллельно проверяет электронную почту, отвечает на письма зарубежных коллег. Иникеев для них уже признанный авторитет. Она обычно эта переписка занимает где-то полчаса. Мне надо ответить на все письма и было отправить. Александр Михайлович, меня зовут Дмитрий Викторович. Очень приятно, я сейчас с вами пообщаюсь. Почти каждый день Дмитрий Викторович беседует с тяжелобольными людьми. Мне разговоры забирают много сил. У меня в среднем, я в неделю, ну, 5-6 пациентам сообщаю о том, что у них вот вывели раковые клетки. Почти каждый день он видит отчаяние и боль. Почти каждый день он произносит это страшное слово – рак. Я сажусь с пациентом, а мне всегда нужно добиться того, чтобы пациент, выходя из моего кабинета, он не чувствовал пустоты какой-то. Он не чувствовал, что в конец пути, а вышел с надеждой из моего кабинета. Он понимал, что есть, как ему помочь, есть, чем ему помочь, есть, где ему помочь, есть, кто ему помочь. И выходя из моего пациента, последнюю фразу, которую я говорю пациенту, проведя длительные с ним разговоры, я говорю о том, что ни о чем не переживать, что от ада я, я буду идти с вами всю дорогу, я вам все помогу, и я вас не оставлю. Он уже спас не одну жизнь. И еще спасет многих. Я не религиозен, поэтому я в загробную жизнь не верю. Я верю в то, что сейчас происходит, здесь, сейчас. Здесь и сейчас идет урок английского. Дважды в неделю доктор Яникеев организовал языковые курсы для сотрудников университета. Подготовки по этому материалу в 6 часов вечера, либо здесь, либо, если будет много народу, мы сядем в конференц-зале. Часовая, короткая презентация. Хорошо? Поэтому я считаю, что здесь, ну, по крайней мере, нашему коллективу надо быть обязательно. Договорились? Окей. Сегодня у нас есть планы для нашей классы. Два презентации. На этих занятиях врачи готовятся к докладам для зарубежных конференций. Сам доктор Яникеев знает английский почти в совершенстве, чтобы быть в информационном поле всей мировой медицины. Сейчас Дмитрий Викторович – заместитель директора НИИ урогефрологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Собственно, моя медсестра сказала о том, что я очень требовательный, очень педантичный. Кто-то может это посчитать плюсом большим, а кто-то минусом периодическим и близким. И здесь на работе устают от этого. Но я вот люблю, когда четко все, во-первых, когда чисто, когда четко, все сложено по полочкам. Педантичный замдиректора Яникеев регулярно читает книгу. Отзывов о врачах и медсестрах каждый пациент может написать все, что думает. Благодарен судьбе за то, что выбрал для лечения клинику урологии имени Франштейна. Приятно было наблюдать за доброжелательным, внимательным, отзывчивым отношением персонала к пациентам и друг другу. Особую признательность хочу выразить хирургу. Это я открыл случайно Дмитрию Викторовичу Яникееву, анестезиологу Александру Юрьевичу Литовченко за проведенную мне непростую операцию. Дмитрий Викторович, Ваш высокий профессионализм, ответственность, самоотдача, работоспособность ввели в меня внутреннюю убежденность в победе над болезнью. Вы не считаетесь личным временем, постоянно контролируете состояние больных и даете нам силы для скорейшей реабилитации. Всем членам Вашего дружного коллектива желаю здоровья, счастья, благополучия. С уважением, пациент Виктор Петрович Фуртар. 19.30. Ровно 40 секунд, чтобы набросить куртку и спуститься вниз. Если бы в сутках было 48 часов, он бы и их расписал точно по минутам. Я, наверное, себя почему-то стратегом не назову. Как-то у меня всегда наперед, знаете, быстро-быстро-быстро сорваться. Пришел, увидел, победил. То есть вот на стратегию, мне кажется, это вот в жизнь уходит. Поэтому вот, наверное, если вот характеризовать себя, наверное, в такой степени. Быстро, вперед, уверенно, как бы не оглядываясь назад. Большой город готовится ко сну. Завтра раннее утро у доктора Яникеева снова начнется в родной Сеченовке. И снова он будет бороться за чью-то жизнь. Ну, вообще, каждый раз, когда ты выходишь из операционной, ты чувствуешь себя, ну, крутое, высокое ощущение, когда вот еще в этой ситуации есть какие-то сложные случаи. И вот это ощущение победы, вот ты вышел, пришел, увидел, победил. Вот она, операция, ты ее сделал, ты видишь результат. Это, конечно, чувство какого-то невероятного удовлетворения. Ну, не знаю, стаза, можно так и представить. Ну, непередаваемо ни с чем другим.